девочки я приветствую вас на мастер-классе по вязанию кардигана с калькулятором и в этом видео я покажу самый простой способ вязания рукава который идеально сядет по вашей фигуре напоминаю что в уроках я показываю этапы вязания изделия все тонкости и сложные моменты а расчет вам сделает калькулятор всего несколько кликов и все вопросы о том сколько петель набирать отпадут сами собой ссылка на калькулятор в описании под этим видео имейте ввиду что калькулятор умеет делать расчет на любой размер и под любую пряжу то есть вы можете связать точно такое же изделие как у меня а можете поиграть с калькулятором создать свои параметры и связать кардиган о котором давно ждали так девочки смотрите у нас с вами уже сшиты плечевые швы связана планка и переходим к вязанию рукавов вспоминаем о том что изначально у нас задано прямая пройма да и если мы будем вязать рукав то есть наберем петли по этой прямой пройме начнем вязать рукав он у нас будет под прямым углом вот так вот расположен к этой пройме не совсем это корректно хотя ну трикотаж он конечно всячески там драпируется тянется и так далее но будет корректно если мы с вами вывяжем так называемый окат рукава то есть это вот так такая кругленькая часть для того чтобы рукав ложился более красиво смотрите в калькуляторе параметр окат рукава берется от скоса плеча то есть ту ту же самую цифру я взяла формулы то есть к примеру 5 сантиметров сделали на скос плеча вот здесь вот точно так же вот здесь 5 сантиметров у вас будет вот это так а то есть это совсем чуть-чуть это незаметно это несложно но у вас рукав будет лежать уже намного аккуратнее красивее вот то есть видите да вот он идет скос плеча у меня и продолжается линия по скосу плеча туда то есть у нас полотно рукава не под прямым углом будет до продолжаться будет вот так вот здесь как скос плеча идет и также логично будет уходить эта линия на рукав вот что должно получиться после того как вы свяжете вот эти вот ряды для оката сейчас я вам попробую еще на схеме нарисовать все это и потом покажу как провязать вот эти вот ряды для оката рукава давайте порисуем вот насколько я умею рисовать да ну представим что вот это у нас с вами идет пройма я ее сразу нарисую вот такой вот кругленькой здесь у нас стоят маркеры с вами да то есть те маркеры которые мы установили для того чтобы не потерять размер этой проймы да они у нас стоят мы знаем что как раз здесь заканчивается пройма то есть у нас изделие сейчас в разложенном виде боковые швы у нас не сшиты здесь наверху у нас проходит плечевой шов вот ну можете на всякий случай здесь маркер поставить но я вам сразу скажу он здесь не нужен то есть мы берем рабочую нить и набираем петли полностью вот так вот по всей длине проймы от 1 маркера до 2 в калькуляторе написано сколько петель вам набрать дальше нам понадобится маркеры там в калькуляторе также написано насколько петель вы должны продвигаться что это значит смотрите нам с вами нужно установить маркеры вот от этой серединке отсчитываем в одну сторону к примеру 5 петель как будто бы да и в другую сторону 5 петель то есть у вас этот шаг будет в калькуляторе написан дальше следующий маркер ставим еще через 5 петель и еще через 5 петель вот к примеру вот такой вот у нас вариант 5 и 5 так вот так вам будет видно удобней тут я уже все перерисовала потому что у меня отключилась камера оказывается и рассказывала сама себе так смотрите маркеры мы расставляем вот в этих местах да вот так вот раз два три к примеру 3 маркера необходимо 1 2 и 3 все и что мы теперь делаем то есть мы набрали петли к примеру остановились вот в этой точке вот тут у нас рабочая нить что мы делаем мы вяжем вот этот вот ряд в сторону центра проходим все вот этим маркер просто их снимаем это первый ряд доходим до центра и от центра идем к первому маркеру вот мы сюда вот пришли этот маркер мы снимаем разворачиваем вязание формируем поворотную петлю и вяжем вот к этому маркеру дошли до него маркер сняли сформировали поворотную петлю пошли вот в эту сторону то есть соответственно разворачиваемся до маркер сняли повернули вязание вот сюда пришли маркер сняли повернули вязание пришли вот сюда маркер сняли повернули вязание все все маркеры пройдены и И теперь мы, ну, здесь вот, может быть, у вас останется 5 петелек, может быть, 6, может быть, 3, может быть, 7, неважно, да, то есть примерно вам калькулятор разделит вот это вот количество петель на равные части, но в последней части, возможно, останутся, останутся не 5 петель, это неважно. Вот отсюда мы снова развернулись, пришли в крайнюю точку, то есть до конца, там, где стоит маркер, откуда мы набирали петли, и еще раз пришли в крайнюю точку. Все, посмотрите, в калькуляторе точно так же, к примеру, стоит 8 рядов, надо провязать, считаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вот они, 8 рядов у нас с вами провязаны, То есть мы сформировали окат рукава для того, чтобы у нас рукав красиво лежал. И теперь, что мы делаем дальше? Мы с вами вяжем поворотными рядами рукав, вот здесь вот по краям делаем убавки для того, чтобы он у нас убавлялся, да, ну, к примеру, здесь мы вяжем резинку, что мы видим, мы связали красивый, удобный рукавчик. Вот так это выглядит на схеме, теперь я вам покажу, как это выглядит вживую на петельках. Так, девочки, я теперь хочу вам показать на петельках то, что мы с вами чертили на схеме, то есть вот он у нас, кардиган, это плечевой шов, вот она пройма, здесь стоят маркеры, да, от маркера до маркера. Набрали петли, необходимое количество, которое посчитал калькулятор, как всегда, и расставили маркеры, то есть вот от этого центрального плечевого шва, да, то есть мы в разные стороны расставляем маркеры с таким шагом, который указан в калькуляторе. У меня это 5 петелек, то есть вот так вот через каждые 5 петель я расставляю маркеры, и последние у меня петельки остаются, ну, наверное, тут штук 7, это не важно. Дальше, смотрите, я сейчас буду вязать следующий ряд, это у меня будет изнаночный ряд, и я пройду от начала, от низа проймы, да, от маркера, пройду все вот эти петельки, все вот эти маркеры, пересниму их, просто дойду до центра и уйду в сторону полочки, это у меня полочка, это у меня спинка, уйду в сторону полочки до первого маркера. Все, вяжем, это будет первый ряд, так, изнаночная, все петли я вяжу изнаночные, раз у меня изнаночная сторона, все, те маркеры, которые встречаются по спинке, я просто переснимаю. Так, смотрите, видите, да, все маркеры у меня оказались здесь, я дошла до плечевого шва, то есть до центра рукава. Теперь в сторону полочки я продвигаюсь до первого маркера. И теперь смотрите, вот этот маркер я снимаю, она с вами будет избавиться от всех маркеров, разворачиваю вязание, первую петлю делаю в разворотной, провязываю в обратную сторону до следующего маркера, то есть получается я прошла сейчас, видите, серединку и вяжу до первого маркера, который у меня стоит здесь на спинке. Все, дошли до этого маркера, маркер снимаем, разворачиваем вязание. Снимаем первую петлю, делаем ее разворотной, двигаемся в сторону полочки, провязываю все петли до следующего маркера. То есть тут даже считать ничего не надо, понимаете, маркеры у вас развешены изначально, то есть все уже посчитано. Вот тут мы дошли с вами до разворотной петли, не забываем ее провязать правильно, так как провязываются разворотные петли, да, чтобы две ножки косички у нас были с двух сторон спицы, чтобы спица, которой мы провязываем эту петлю, попала прямо в серединочку. Только Вастенька немножко, маркеру тут по спице не хотят ездить у меня. Все, дошли до маркера, видите, снимаем, разворачиваем вязание. Первую петлю сняли, сделали поворотной, вяжем до следующего маркера. Все просто, понимаете, да? Так, у нас вот она разворотная петля, внимательно ее провязываем, вот она у нас. Серединочку спицу завели, провязали. Все, встретился следующий маркер наш, убираем его, поворачиваем вязание. То есть понимаете, да, что происходит? Мы с вами вяжем вот здесь, углубляясь все дальше к низу проймы. И таким образом у нас получается, так сказать, имитация аката рукава. И давайте я уже не буду с вами, тут уже петель много, много времени потратиться. И давайте я уже не буду с вами провязывать до конца. То есть получается, сейчас я вяжу в изнаночном ряду до этого маркера, поворачиваюсь, прохожу до этого маркера, снимаю их, конечно же, да? Разворачиваю вязание, снова в изнаночном ряду, дохожу до края, поворачиваюсь и до этого края дохожу. В итоге у нас получится необходимое количество рядов, провязано. Сейчас провяжу и покажу вам, что получилось. Вот, смотрите, в итоге что у нас получилось, да? То есть получается, вот она головка рукава, как бы приподнята вот эта вот часть. И если мы с вами сейчас вот так сложим, посмотрите, вот он идет, плечевой шов, вот дальше пошел рукавчик. То есть рукавчик у нас не перпендикулярный получается к пройме, так как пройма у нас прямая, да? Вот видите, рукавчик не вот так у нас находится, а все петли пойдут под тем углом, под которым у нас будет все это комфортно и красиво лежать на нашей с вами фигуре. Все, теперь я начинаю провязывать рукав дальше, выполняя вот тут вот по краям убавки для того, чтобы произошло сужение рукава. Итак, наш урок подошел к концу. В следующем уроке мы с вами разберем убавки рукава и сделаем сборку изделия. Все уроки для вашего удобства я собрала в телеграм-канале, ссылочку оставлю под этим видео, переходите, вступайте. И когда вы в очередной раз захотите связать себе новый кардиган, вы откроете этот канал и все уроки будут ждать вас там. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!